я хочу вернуться и сказать еще несколько вещей о прощении это огромная тема каждый раз когда об этом думаю мне кажется что еще что то я хочу добавить прошлый вечер мы с татьяна и валентиной валентином обсуждали тему прощения и я хочу вернуться опять к этой теме и разобрать один аспект у вас может быть человек которого вы полностью простили от всего сердца но этот человек может быть недостаточно зрелым чтобы ходить в большей близость более близких взаимоотношениях как в прошлом были ли у вас такие люди которым вы простили но когда вы опять начинаете общаться он повторяете событий повторяется те события которые были в прошлом если не ошибаюсь что петр спрашивал господа сколько же мне нужно прощать моего брата 7 раз но господь ответил 70 по 7 и поэтому нам нужно продолжать прощать я также верю что господь дает нам власть дает власть чтобы определить с кем у нас есть близкие душевные связи иногда этот человек продолжает наносить вам боль каждый раз еще раз и еще раз может быть он недостаточно зрелый чтобы ходить в более лучшей близости чем вы хотите мы не отказываемся от прощения мы не отказываемся нет освобождаемся от любви к нему но иногда самое лучшее что мы можем сделать для этого человека это установить небольшие барьеры или границы чтобы они не поступили таким же образом как в прошлом и для этого необходимо зрелость в духе святом чтобы иметь это развлечение и чтобы отпустить то ожидание которое вы имели от этого по этому человеку потому что иногда проблема заключается во мне я хочу чтобы она была таким другом каким я хочу чтобы она была но она для этого не готова сейчас поэтому мне нужно ее отпустить посвятить ее господу богу отцу и позволить ему привести его ее в зрелость и мое прощение может очень сильно помочь в этом иногда я хочу чтобы люди соответствовали моему образу я хочу чтобы мои друзья любили то что я люблю я хочу чтобы мои друзья всегда понимали меня я хочу чтобы мои друзья отдавали мне то же самое что я им даю иногда люди готовы чтобы отдавать это и за 30 лет пастырского служения я изучила что я могу принимать такими какие они есть и быть очень дружелюбной но у меня всего лишь несколько близких друзей валентин и татьяна это те такие близкие друзья для нас они были в нашем прошлом они покрывают нашу спину и мы также смотрим за ними наблюдаем но тех кого я так же люблю они не являются близкими друзьями и когда вы осознаете понимаете что этот человек не может быть глубоко в вашем сердце это не означает что вы его не простили и поэтому позвольте духу святому объяснить показать вам что если если вы его не простили одну вещь которую вы должны знать о этой разнице между обвинением и убеждением убеждение это осуждение это такое чувство что что-то неправильное я просто плохой человек наш враг он любит такое осуждение самообвинение самобичевание обличение это то что дух святой дает когда он говорит то что ты сделал было неправильным когда то, что ты подумал, было неправильным, то, что ты сказал, было неправильным, то, что ты даже не сказал, было неправильным, и он будет очень конкретным или таким специфическим. И это на примере того, если мы выключим весь свет в этой комнате, самообвинение скажет, что иди разрушу всю мебель в темноте, но вы ничего не видите. Обличение — это включение света, и оно говорит, это неправильное, это неправильное, это неправильное. И вы увидите, что необходимо сделать. И когда вы растете в своих способностях прощать, вы хотите быть зависимым от Духа Святого, чтобы вы его обличаете в вас. Если вы чувствуете себя плохо по поводу каких-то вещей, идите к Богу Отцу и задайте вопрос, что неправильно. Он может даже вам ничего не сказать. Это, скорее всего, Дух обвинения, который приходит. И в Римлянах 8.1 сказано, что для нас нету более осуждения для тех, кто сейчас во Христе Иисусе. И иногда вы также можете спросить, что же неправильно. И Он придет и скажет, что неправильно. У кого-то был такой опыт с Духом Святым? Иногда это больно, но очень часто мы чувствуем, в конце мы себя чувствуем очень хорошо и приятно. Поэтому окружите себя присутствием Духа Святого, чтобы Он вам показал. Когда мы говорим о осуждении, и когда Господь приходит к нам, чтобы исправлять нас, как зрелых людей, иногда это выглядит несправедливо. Господь говорит, Он обличает меня и говорит, что мне нужно простить этого человека. И я задаю Ему вопрос, что ты будешь с ними делать, Господь? И Бог отвечает, не твое дело, Кирк. Я не продолжаю говорить Господу, как Ему нужно исправлять того второго человека. На самом деле, мне нужно заботиться только о себе. Поэтому запомните, прощение – это речь идет об освобождении меня, а не других людей. И если вы приняли прощение от Отца, то вы поступите, вы будете делать это хорошо. И потому что вы не умерли из-за кого-то другого. Потому что Иешуа будет заниматься их зрелостью лучше. Вы сможете найти основания этому в первом Коринфянам и втором. Когда Павел приходил к ним как к церкви, и Павел говорил, что некоторые с ними считали себя самоправедными и слишком умными. Некоторые из них были пасторами или лидерами в той церкви. Иногда также мы чувствуем, что нам кажется, что пастор или лидер церкви не любит нас так, как нам бы этого хотелось. И, возможно, я не чувствую себя в безопасности. И это делает эту ситуацию более сложной. Но мы продолжаем оказывать должное почтение тому лидерству, которое Бог поставил над нами. И покорность этому лидерству не означает, что мы обязаны принимать от них все. Павел сказал следующее. И Павел задает ему вопрос, когда я к вам прихожу, в каком виде вы бы хотели, чтобы я пришел? В строгости или в духе милости? И мы те, которые хотели бы определить, чтобы наше сердце было в правильном положении перед Богом, когда мы чувствуем, что мы получаем удары, коррекцию, как бич, но как от... Или в духе милости. И мы об этом будем говорить в теме такой разрешения конфликтов, потому что это отличается от прощения. И просто запомните, что прощение – это речь идет о вашей свободе. И мы должны выбрать то, как это мы переживаем. Наши плотяные сердца, они всегда хотят иметь милостивое исправление. Это потому, что Отец нас любит. Он не хочет, чтобы мы были отягощены лишним бременем, потому что Он очень сильно любит нас. Поэтому Он говорит нам прощать. Возможно, 35 лет назад, Бог дал мне ясное видение. Он предоставил меня в виде статуи, как часть искусства. Я могла выбрать быть из глины, с которой Он может лепить меня, и это будет приносить боль. или я могу быть огромным тяжелым куском гранита, и Он будет исправлять меня с помощью молотка и зубила. И в том видении, которое я имела, я понимала, что это будет приводить очень много боли мне и тем, которые рядом, если я выберу вторую. И я поэтому выбрала очень мягкий и гибкий метод. Есть стих в псалме, который говорит, что «Наслаждайся в Господе, и Он исполнит желание твоего сердца». Слово «Наслаждайся» или «Утешайся» также может быть переведенным как «Будь мягким и доступным». «Чтобы быть мягким и доступным рукам Божьим». И Он исполнит желания вашего сердца. Я выбираю мягкий путь. И когда мы в вчерашнем вечере, в конце мы изучали, о тех вещах, которые были утеряны, когда грех пришел в жизнь человека. Мы говорили о потере свободы, о потере принятия. И также мы говорили о том, как мы переживаем стыд. Мы начали обвинять друг друга и даже обвинять Бога. И мы стали разделенными от Бога и от людей. Знали ли вы, что смерть – это настоящее разделение? Когда моя душа отделена от тела, мое тело умирает. И поэтому Бог сказал Адаму, что смертью ты умрешь или умирая ты умрешь. Духовно они умерли в тот же момент. Но необходимо время, чтобы тело пережило смерть. Некоторые негативные вещи происходят у женщины. Мы имеем очень большие последствия, когда у нас есть дети. Когда мы рождаем детей. И Господь сказал женщине, что теперь ты умрешь влечение после отношения с твоим мужем. И потерялась равенство по всей земле. И для мужчины та работа, которая была приятной, она стала неприятной, невыносимой. В книге «Бытие 3» прочитайте ее позже. Я хочу вам показать то, как я вижу этот концепт проклятия. Я всегда смотрю, как когда Адам и Ева согрешили. И Бог сказал, да, я тебя прокляну. Я прокляну всю землю. Наказание. Я так видела ранее, но сейчас я на это так не смотрю. Я думаю, что это было больше сердце Бога сказать, что что ты сделал? Ты это разрушил. Я думаю сейчас, что в сердце Божьем был такой вопрос. Как вы это допустили? Теперь все разрушено. Вы разрушили землю. Вы разрушили свои взаимоотношения. Они прокляты по вашей причине. И не забывайте. И даже тогда Господь сказал, у меня есть план. Что будет семя, которое будет посеяно в женщину. И мы, смотря назад, мы понимаем, что речь идет о Иешуа. Но Адам и Ева не знали всех деталей. Они просто столкнулись с той информацией, что у Бога был план. Бог запланировал восстановить. Наша надежда в том, что есть сила в Духе Святом, которая заключается в восстановлении. И которая работает через искупленных людей. Это мы. Что же мы восстанавливаем? Давайте посмотрим на первый пункт библейской власти. Иешуа сказал своим ученикам, что вы не будьте так, как язычники. У которых господствуют люди. Один из наилучших библейских примеров мы находим в Луке в 4 главе. С 8 по 10 стих. Это история о римском сотнике. Этот человек понимал власть. Он хотел, чтобы Иешуа пришел и исцелил его слугу. Он даже не хотел, чтобы Иешуа приходил. Иешуа сказал, что я приду. Он сказал, что нет, 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 тебе стоит сказать просто слово. Я понимаю, как действует власть. Я человек подвластный. И люди делают то, что я им говорю делать. И они делают все, что я говорю. И мне нравится, что Иешуа сказал, что я не видел большей веры. Поэтому наше понимание библейской власти очень сильно связано с нашей верой. Мы будем говорить об этом больше, когда будем говорить о подчинении. Но когда я проявляю покорность своему мужу или тем лидерам в этой школе или духовным лидерам, я по-настоящему послушно покоряюсь Господу. Посмотрите на Иешуа. Он совершен во всем. Но также он совершенный пример власти. Он не был просто мистером Найс Кай. Он не был всегда прекрасным парнем. О, вы прекрасные дети, вы настолько прекрасны, где бы вы ни были. Нет, он обличал их. Петр – это мой герой. Однажды он слышал такие слова. Петр, ты камень, и я построю на этом свою церковь. Хорошая работа, Петр. Даже не в следующей главе, а просто несколько стихов ниже. «Уйди от меня, Сатана!» И знаете, что мне нравится в Петре? То, что он принимал это и не ныл. Если бы Иешуа сказал такие слова «Уйди от меня, Сатана!» Я бы просто спряталась под камень и плакала целыми днями. Поэтому я очень сильно уважаю Петра. И поэтому Иешуа будет обличать нас. Я хочу, чтобы вы открыли Иоанна 13 главу. И мы начнем с 3 стиха. Это тогда, перед тем, как он пошел на крест. И что он от Бога исшел и к Богу отходит. Прочитаем 3 стих 13 главы от Иоанна. В 4 стихе «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял в полотенце, припоясался». И остальная часть истории он обмывал ноги ученикам. Теперь посмотрите, это очень важно. Иешуа знал, что Бог дал ему всю власть. Иешуа знал, что он пришел от Бога. Иешуа знал, что он возвращается к Богу. И он решил служить. Чем более мы безопасны находимся во взаимоотношениях с Богом Отцом, Он хочет, чтобы мы были рождены. Он хочет, чтобы мы были частью его семьи. И у него есть для каждого из нас работа, которую другой не может сделать. И это высвобождает меня для служения. Я знаю людей, которые служат с мыслью, что они не могут делать ничего более... Они недостойны более лучшего. И когда они достигают чего-то, они выходят на такой уровень, что «О, теперь вы мне служите, потому что я чего-то стою». У нас есть тайный фотограф. Когда мы более безопасны в понимании, кем мы являемся в Боге, и кто Бог в нас, мы высвобождены для служения. Теперь послушайте. Тридцать лет назад одна женщина пришла в наше собрание, и она пророчествовала Керку. Обеспечение и продвижение будет в будущем. И я подумал, «О, Боже!» Потому что на тот момент я уже изучила, если ты будешь продвигаться в Царстве Божьем, Бог даст вам больше ног, которые нужно омывать. Он доверяет вам служению большему количеству людей. Поэтому Он хочет быть уверен, что мы знаем, кто мы во Христе. Потому что есть ответственность, которая идет параллельно с властью. В одном из посланий Петра Петр, он обличает старейшим... Петр учит старейшим церкви служить своим овцам. Потому что однажды старший пастырь придет. И поэтому нам нужно быть готовым к встрече с Ним. Поэтому мы относимся к служению и к этой ответственности очень серьезно. И мы также хотим, чтобы вы также относились. Давайте возьмем перерыв.